Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня плановое занятие университета рабочих корреспондентов. Слово представляется профессору Огородникову Владимиру Петровичу. Тему назову. А тема у меня, уважаемые товарищи, роль в философии и решении насущных проблем современности. Так скромненько. Но все насущные проблемы современности, конечно, я здесь не охвачу, а охвачу только самую насущную проблему, потому что мы уже с вами, уважаемые товарищи, знаем, кто виноват, но не совсем знаем, что делать. А с чем делать? Понятно, вы знаете, что ситуация в России по всем моментам развития, так сказать, в России по всем фронтам критическая, если не сказать того хуже. Экономика в развале, несмотря на то, что нам, конечно, говорят наши выдающиеся руководители, что мы тут на подъеме находимся. На подъеме они находятся, безусловно. И вы знаете, вот если считать подъемом экономики увеличение количества миллионеров и миллиардеров, то тут мы, безусловно, скоро будем, вот если так будем расти, такими темпами впереди планеты всей, да? Но вы знаете, что это отнюдь не отражает рост нашей экономики и, как говорят философы и социологи, всего социокультурного пласта нашей жизни. Ну, а если говорить попроще, в развале у нас, конечно, и образование, и наука, и здравоохранение. И вот что-то надо с этим делать. Какие пути ведут? Вот помните, задавали вопрос, какие пути ведут к храму? Знаменитый фильм был такой, вот как раз, когда расшатывали общество, и вот тут мы как-то вроде бы находились не очень... Храму Мамоны. Да, к кому-то храму, да. И ведут пути. Надо определиться, а потом уже какие пути ведут, да? К этому. Так вот, нам совершенно очевидно направление движения, которое мы должны выбрать и выбрали. Мы-то уже здесь присутствующие выбрали это направление движения. Может быть, оно, так сказать, ложное направление, ведь нам все время подсказывают. Это утопическая идея вообще и коммунизма, и социализма. И не это должно спасти Россию. Надо выяснить, а что же ее погубило Россию, да? Вот, очевидно, вот с этих корней надо и начинать движение к ответу на вопрос, а что же делать и как спасти Россию. Ну, вот старая, уже затасканная такая, да, формула, что коммунизм – это в лучшем случае утопия, а человеконенавистническая теория. Я в блогах сейчас, вы знаете, активно включился туда, чего я только не заслушался, чего я только не начитался по этому поводу. И даже вот из этих блогов тоже можно сделать один такой вывод, что не самые такие необразованные темные слои нашего общества там в блогах, кто участвует. Ну, для того, чтобы вообще в компьютере разобраться, в интернет войти, тут уже, конечно, большого интеллекта не требуется. Но вот, судя по некоторым высказываниям, по цитатам, видишь, что имеешь дело, ну, с человеком более или менее образованным. Уровень образования не ясен формально. Ну, вот начитанный что-то знает, не просто так лепит, что называется, от себя. И вот что эти начитанные, образованные, ну, там, конечно, узок круг, достаточно узок круг, ну, вот какой-то средств таких активных людей, хотя бы словесно активных. А многим всё равно, многие довольствуются вот такой психологией. Надо заниматься собой, своей семьёй, и всё. И это, кстати говоря, всячески поощряется со стороны высшего руководства. Так вот, у меня эта тема, я возвращаюсь к теме, роль философии, да. Вот, в решении насущных проблем и насущной проблемы, как нам поднять Россию. Экономически, культурно, в образовании, в науке, как нам её поднять. Но, прежде всего, экономически, да, куда мы идём. Вот, значит, роль философии, возникает вопрос, какой, собственно, философии. Вот, мои коллеги и товарищи, они хорошо знают, что со следующего учебного года во всей Руси Великой философия, не только философия, все общественные науки в вузах получают следующий удар со стороны печально знаменитой баллонской системы, да. Вот, баллонское соглашение, баллонская декларация знаменитая. Мы переходим на эту баллонскую систему образования двухчленка. Это бакалавр и магистр. И соответствующая есть подготовка уже не для студентов, которые специалистами будут, а для бакаларов, которые будут там полуспециалистами, а может быть даже и менее, чем полуспециалистами. Ну, и поэтому, раз они не специалисты вовсе, и не всякие из них пойдут в магистры, для них надо урезанную программу. Вроде это логично, да. Сначала урезали все образование, теперь урезаем из соответствующей программы образовательной. И вот нам вот, я вот иду с ученого совета, где сказано было всем заведующим, я заведующий кафедрой философии, политологии и социологии, университет путей сообщения. Да, всех наук почти. Сказано, не далее, как 1 мая, да, к празднику нашему, представить новые программы подготовки по философии, политологии, социологии, по истории, с учетом того, что эти дисциплины режутся немало, немного, в полтора раза. То есть, ножницы взять? В полтора раза. То есть, значит, если до недавнего времени, вот так коллеги не дадут мне соврать, в вузах, не в университете центральном, а в вузах наших разного профиля, были они университетами или академиями, они были просто институтами, все равно. Философия велась два семестра, и читалась философия каждую неделю лекция, и через неделю был семинар, вот так у нас было в Советском Союзе. Пять лет тому назад урезали один семестр в полтора раза, и получилось так, что мы читаем уже лекции во втором семестре через две недели, и это уже голопом по Европам, мы уже истории философии не можем дать, мы не можем уже и современные проблемы разобрать толком, да, вот, а ребята, конечно, приходят к нам все менее подготовленные, вот, какую философию мы дадим, зачем это все делается? Ну, значит, я сказал, как логически обоснованно, сначала урезали все обучение, а теперь урежем и обучение в области гуманитарных наук, тем более в техническом университете, зачем вам эта философия, да? А какая философия все-таки поощряется? Вот тут, значит, да, ну не только постмодернизм, а вот очень старые философские, ну, скажем, религиозная философия очень поощряется. Ну, есть такая, да, религиозная философия, вот, действительно, да, есть такая. То есть, философия, конечно, бывает очень разная, да, и постмодерн – это последний писк буржуазной философии, так прямо, скажем, дадим классовую оценку, вот. Вот, но вот старая религиозная философия никуда не уходит, и она нужна, она поощряется в каком виде. Ну, вы знаете, что вот уже осуществляется этот проект «Ведение в школах», ну, слава богу, еще не закона, слава богу, сказал атеист, не закона божьего, да, такая получилась у меня интересная фраза, но, значит, вот курс такой мировых религий. Ну, постепенно хотят, вот, видимо, протащить что-то такое, похожее, если не на закон божий, но на религиозную философию. Потому что я посмотрел курс мировых религий, и вот вы сказали, а есть такая религиозная, есть такая. То есть, это склонение к самому старому варианту объективного идеализма, который появился еще до того, как появилась философия, да, вот это религиозное мировоззрение, оно и есть по существу вариант объективной идеалистической философии. А это не теософия? Ну, это теософия богословия, да, а вот это отдельная наука, так сказать, в кавычках, но для них, а вы знаете, да, кстати, у нас, наше правительство, все делает для того, чтобы поднять и теософию, и философию религиозную в разных вариантах, и для того, чтобы воссоздать храмы, мечети, синагоги, для чего это делается, это очень прозрачно. Вот это мировоззрение, вот такого рода философствование, да, рассуждение о мире, о законах его, всеобщих законах его развития, вот это и есть философия, но с какой стороны? Да, со стороны объективного идеализма мир развивается в соответствии с промыслом Божьим. Это тоже своеобразная философия, да, вот, с промыслом Божьим. А потом уже идет, так сказать, хоть есть такая, вы знаете, фраза в Библии, неисповедимы пути Господни, а вот теософия занимается тем, что исповедует эти пути, и начинает, так сказать, вот каким-то образом поверять своеобразной логикой эту гармонию путей Господней и так далее. Значит, вот эта философия поощряется всячески, вот. Поощряется также философия не только объективного идеализма, не только в таком варианте, кстати говоря. Есть другие варианты. Последний писк объективного идеализма – это, конечно, идея такая, что вот есть некая информационная матрица, где она там есть, не есть. В чистом виде информация. Там есть информация о всей Вселенной. В чистом виде идеализма. Вот. Безматикального носителя, в смысле? Безматикального носителя. Зачем носителя? Зачем носителя? Ну, разговоры о душе. Это же душа живет в соответствии с религиозными канонами мировоззрения без всякого носителя. Она временно пребывает в носителе. А потом, значит, вот эта вечность души. Также информация, вот эта информационная матрица по-разному называют. Ментальный мир – варианты названия того же самого. Вот, значит, вот это где-то находится, где не говорится. Вот так же, как Платон не говорил о мире идей, где он, он не мог указать. Понятное дело, потому что это же материального носителя нет. Указать-то можно перстом только на что-то материальное. А на идеальное не укажешь, поскольку оно неощутимо. Чувствах не дано. И вот, значит, это информационная матрица, информационное поле. Содержит все информацию о развитии мира всего, всей Вселенной. И она, эта информационная матрица, она организует это развитие. В том числе и развитие общества. Развитие отдельно взятого человека и чего угодно. Вот такая вот философия. Очень поощряется, почему. И, кстати, интернет заполнен разговорами об этом. На книжных... Разные варианты есть еще интерпретации. Торсионные поля. Да, интерсионные поля – это другое уже. Это уже о другом. Тоже, так сказать, всякие. Но это мошенничество в чистом виде. Это уже другой вопрос. Это уже не имеет отношения к сегодняшней теме. Значит, и вот почему это поощряется? Понятно. Религиозное в классическом виде и в неклассическом виде вот такое объективное, идеалистическое мировоззрение. Потому что оно уводит человека от мира. Куда? В церковь, в молельный дом, куда угодно. Как это назвать? Мечеть, в синагогу. И понятно, что если тобой овладело это мировоззрение, это философия... На митинг не пойдешь. На митинг не пойдешь, будешь работать с собой. Вот это и нужно. Вот интересно, что здесь объективный идеализм и субъективный идеализм смыкаются. Я еще пока только об объективном идеализме, так, общими чертами, мазками, без конкретизации. А вот они смыкаются в результате. Как говорил старик Гегель, противоположности метафизические крайности сходятся. Вот объективная идеалистическая доктрина, она в действии к чему ведет? Человека, каждого. Работай с собой. Найди в себе силы. Тебе поможет Бог, если ты к нему обратишься. Тебе поможет и знание этой информационной матрицы, хотя бы частичное, знание о том, что она есть, и вера, чтобы исправить свою жизнь. Не жизнь общества, коллектива, а свою жизнь. И жизнь, ну, максимум, своих семей. Вот, понятно, что это очень даже любому руководству, как бы оно там не позиционировало себя, кто они такие, либералы, демократы, да, или неолибералы, там, правые, центристы, и, вы знаете, много вариантов есть, вот, в том числе, вот, правая оппозиция, там, как будто борется с нашим режимом, вот, нынешним, да, в России. И это вот любому режиму будет обязательно, кроме одного, да, подлинно социалистического режима, будет по душе. Почему? Потому что всегда уводят. Правительство, знаете, государство в лице правительства упраздняется, отстраняется, абстрагируется от многих своих насущных функций, да. Это все, вот, пойдет на частные рельсы. Вот один тут деятель какой-то выступал, который отвечает у нас за презрение наших архитектурных ансамблей, ленинградских, петербургских. И он говорил, главная наша беда, по радио, вот, слушал буквально позавечера, не помню фамилию этого деятеля, главная наша беда в том, что большинство наших исторических памятников находится в руках государства. Вот беда. То есть, надо вот все приватизировать. А у государства нет денег или желания. А вот если какой-нибудь дядя приватизирует, вы знаете, замахивались, вот, еще вопрос не закрыт, на дворец творчества юных, как он теперь назывался, дворец пионеров. Мой родной, многих родной, я там вообще начал ползать. Вот, значит, в этом дворце, до 16 лет там все занимался в кружках. Вот замахивались, значит, что там устроить. Вот приватизировать. Значит, вот эта идея перевести все в частные руки, на частные рельсы, на индивидуальное поставить. Вот ты во что веруешь? Вот молись, иди, отпущение грехов, тебе персонально, тебе персонально лучшая жизнь и будет. Вот если ты будешь такую благостную жизнь вести в соответствии с твоей философией, вот этой, религиозной. Вот. А вот субъективный идеализм, конечно, более изощренная. Для народов, большинства народов, конечно, объективный идеализм в разных формах. Прежде всего, в форме религии. Вот. Такая философия. А для интеллигенции, конечно, нужен субъективный идеализм. Да. Интеллигенция любит размышлять о судьбах мира, не только о собственной судьбе. Интеллигенция рефлектирует по поводу судьбы мира, судьбы общества, судьбы государства, в большей степени, чем обыватель, которому к интеллигенции нельзя причислить, даже потому, что он обыватель, такой узок он в своём мировоззрении. Поэтому ему объективный идеализм в варианте больше подходит. А вот интеллигенция что подкидывается? Вот подкидываются переводы западных философов, старые, новые варианты, субъективно-идеалистического такого направления, где новые как будто пути-дороги к счастью каждого, в отдельности прежде всего. А потом уже общество, это как сумма индивидов, раскрывается. Ну какие, например, тут варианты можно вспомнить, субъективно-идеалистические, которые до сих пор в ходу. Ну, прежде всего, в ходу старая, вот удивительно, тут объективный и субъективный идеализм как-то соединяются, старая вера людей в батюшку царя замечательного, справедливого, умного, доброго, благородного, да, в руководителя, неважно в какого, в президента замечательно, вот сейчас в блогах идет грызня, столкнули Путина с Медведевым. Что тут будет? Вот, и вот они, кто лучше? Я говорю, ребята, я написал им там, ну что вы, вот, право, вступаете все в ту же яму, в которую на Руси еще народ совсем необразованный вступал. Вот, а, значит, вот я им привел такой пример, говорю, вот на Руси, когда не было мультимедиа всех этих развлекалок, при помощи которых очень легко любое мировоззрение насадить мгновенно, за полгода обработки молодежи, все, его уже оттуда вытащить очень тяжело. И это все, конечно, эти мультимедиа, колоссальное воздействие. Да, ну, вот вы знаете, что это колоссальная власть, вот эта, третья власть. Да. Так вот, ну не было вот тогда в Древней Руси, ну возьмем там не очень Древнюю Русь, середина девятнадцатого столетия, да, мы об этом больше знаем. Ну вот, к развлечению народа на престольные праздники, уходит какой-нибудь там дядя с ширмочкой, вот эту ширмочку он закрывает, на одну руку петрушку, куклу, на другую ванюшку, и вот они, он показывает их, сам скрывается, и они друг другу дубасим. Ну, народ потешается, но он знает народ, что все-таки это петрушка и ванюшка на руках одного и того же человека, куклы, а когда медведи и Путин, то совершенно самостоятельные, совершенно различные, в политическом отношении тут подчеркивается, какая между ними что-то не пропасть лежит. Вот, понятно, что за каждым стоит своя команда, и сейчас команды борются, потому что, вы понимаете, от власти, от кормушки непосредственные, непосредственные кормушки отдельно взятые, члены отдельной команды не хотят отойти. Но для народа-то это все равно, кто будет из этой команды, и кто будет, там, Путин, Медведев, Иванов, Петров, Сидоров, не важно кто, хоть Абрамович, вот, все равно будет из этой команды, да, хоть в оппозиции, в некоторой, да, эта позиция такая временная и непринципиальная, так сказать, да, вот, так вот, значит, вот этот субъективный идеализм, это что? Это абсолютизация роли личности, руководителя. Вот, кого выберем, да, вот, так сказать, у него мужественный профиль, вот, я тут ходил на выборы, на разные, значит, в ЗАГС ходил, значит, от КПРФ, от местное самоуправление, и каждый раз, и много раз я наблюдателем был, много лет подряд, там, участвовал в этом деле, и каждый раз одна и та же картина, вот, как народ приходит выбирать, если приходит, да, смотрит на портреты, маленькие, и даже не читает подписи, биографии, а вот, и смотрит, говорит, смотри, у него губы какие поджатые, это злой человек, не будем его выбирать, то есть, вот, идет от личности, да, ситуации, которая будет в этом микрорайоне, или в городе, да, если мы его выберем, абсолютизация роли личности, а к кому он принадлежит, этот человек, какой к социальной группе, к классу, это их совершенно не волнует, вот, значит, вот эта индивидуализация, есть и другой субъективный идеализм, да, это вот одна из разновидностей, абсолютизация роли личности, а есть абсолютно, выдающиеся личности, руководящие личности, да, наиболее распространенные, ну, примеров-то тут много всяких, вот, каждые выборы дают нам яркий пример, а наиболее яркий пример из истории, это 9 января, да, 905 года Кровавое Воскресенье, когда люди шли к царю повлиять на сознание батюшки царя, вот, значит, на сознание батюшки царя, вот это было вот удивительно, царь помаженник Божий, объективный идеализм, вся власть от Бога, объективный идеализм, но сознание его определяет наше бытие непосредственно, он помаженник Божий, через его сознание Бог творит, значит, повлияв на его сознание, мы изменим свое бытие, это знание уже конкретного человека, а не сверхъестественное идеальное начало какое-нибудь, так вот, такой субъективный идеализм наиболее распространен, значит, что делать, вот, в соответствии с таким принципом, надо менять руководство, страны надо менять, а какие варианты, а нам предложат сейчас варианты, Путин Медведев не годится, а мы сейчас вот Иванову выведем, опять, в первые ряды он у нас был уже, да, в качестве кандидата вроде бы, виртуального такого, в президенты, потом его задвинули, а давай его, а может он ничего, он такой уже военный человек, и лицо у него более открытое, да, вот, ну и так далее, вот опять вот этот момент, он постоянно культивируется и используется на выборах раз за разом, вот эти имиджмейкеры работают на это, чтобы создать образ, да, такого человека, вот, от народа, вот он садится в кабину реактивного истребителя, вот сам, вот он садится в нашу машину, вот смотрите, он какой, он и машину водит, и самолет водит, он, да, человек совсем вот наш человек, да, он все может, он все, и конечно же он понимает нас, потому что он наш человек, вот это, так сказать, но я не буду это развивать, а другой вариант, более сложный, а вот, от моего сознания, что-то зависит от отдельно взятого человека, да, вот, если человек задумался над этим, зависит от моего сознания, вот, что зависит, да, моя судьба, если я не выдающийся, я не претендую, ну, вот, зависит моя судьба, в каком отношении, и вот тут я вспоминаю, ту концепцию, которая уже с некоторой бородой, но очень широко используется, без отсылки на автора, автор Петерим Сорокин, вот, приват-доцент нашего Санкт-Петербургского университета, который в свое время на пароходе был отправлен в Европу, потом оказался в Соединенных Штатах, и он там создал концепцию, которая его обессмертила, можно сказать, ими, и вот его, сейчас опять, ведь не случайно его, после реформирования уже нашего общества, опять Петерима Сорокина начали в обратном переводе, он на английском писал, в Штатах, значит, опять его переводить в обратный перевод на русский, и вот, значит, его публикуют, это, конечно, для интеллигенции, я сказал, это для интеллигенции, простой народ не будет читать теорию социальной мобильности и теорию стратификации, теория стратификации, Сорокин, совершенно откровенен, он пытается ей подменить социально-классовое деление общества, какие классы, есть страты, слои определенные, по разному основанию можно вычленить разные слои, ну, скажем, по экономическому положению можно, да, вот есть богатые, бедные и средний слой, не будем называть это слово класс, большинство наших буржуазных идеологов этого слова боятся даже, и вот страт, это хорошо слой, вот давайте стратификации говорить, ну, есть по какому еще признаку, можно, это, кстати, вертикальная стратификация, потому что тут есть высшие, богатые и низшие, бедные, вот, а есть горизонтальная стратификация, скажем, живешь в штате Оклахома, а ты, а я живу в штате Нью-Йорк, да, мы к разным стратам, относимся, у нас в штатах разное законодательство даже, да, значит, вот уже разные страты, по месту жительства, а по владению или не владению, вот, Сорокин еще пишет, телефоном домашним, ну, тогда еще в Соединенных Штатах не у каждого был домашний телефон, вот, значит, ты попадаешь в соответствующие страты, если у тебя телефон есть, да, уже повыше немножко, у тебя круг общения расширяется, возможности коммуникативные, следовательно, деловые повышаются у тебя, благодаря этому телефону, и так далее, и тому подобное. Дальше, по образованию, конечно, по образованию, по власти, да, потом дальше, по профессиональной ориентации, токарь, слесарь, пекарь, инженер, да, строитель инженера, инженер, там, электрик и так далее, вот, это все разные страты, да, но это все, кстати, горизонтальная стратификация, ну, надоел тебе пекарем быть, стал токарем, надоел токарем, учил маленькую квалификацию, курсы какие-то прошел, стал электриком, да, легко, перемещение, Сорокин пишет, вот эта мобильность социальная, из одного страта в другой, на уровне одного горизонта, легко осуществлять, там не надо прилагать больших усилий, а вот, чтобы вертикальную стратификацию осуществить, тут нужно использовать определенные лифты, как выражается Сорокин, какие это лифты, ну, это прежде всего, получить образование, да, и повысить свою квалификацию, в рамках своего страта, ну, скажем, ты уже не просто рабочий, ты высокооквалифицированный рабочий, синий, воротничок, и у тебя и зарплата выше, и ты отдыхаешь иначе, у тебя уже и телефон появился, и машина у тебя появилась, и прочее, да, ты спортсмен, ты повышаешь свою квалификацию другим путем, ты тренируешь свое умелое тело, и вот ты уже в сборной команды страны, ты в сборной, там, профессионалов, ты получаешь большие деньги, ты в элите, да, ты опять в верхних слоях, точно так же артист, да, это может выйти, но от чего это зависит, высшие слои, страты, это зависит от индивидуальных способностей, и желания их развить, каким-то образом, пишет Петерим Сорокин, значит, это вертикальная мобильность, перемещение высшие слои, осуществляется отдельно взятыми людьми, прежде всего, а не целым слоем, Сорокин специально это оговаривает, возможно ли, чтобы слои переместились все, вот сразу слой нижний перешел выше, он говорит, возможно, но это социальная революция, но эта социальная революция ничего не дает, почему, потому что, ведь это не упраздняет нижний слой, вот нижний слой перешел, значит, куда-то выше, а это переместились, верхний переместились вниз, и все равно эта стратификация, она сохранилась, поэтому революция социальная, это абсурд, это переводит к гибели, массовой гибели людей, гражданским войнам, потрясениям, ломки судеб, вот, смертям, но это ничего не дает в социальном отношении, ничего, потому что, на отдельно взятом людям, конечно, дает, опять же, а общество в целом, вот как оно было, неравно, неравенство, что составляет основу стратификации, неравенство, неравенство способности, неравенство талантов, и так далее, что дает возможность подняться в высший слой, неравенство, я способней, я поднимусь, я тупой, не инициативный, я останусь внизу, все, вот, таким образом, очень, вы понимаете, что это такое, это субъективный идеализм, почему, потому что, некое идеальное начало, конечно, чем мы отличаемся от животных, конечно, вот сознанием, безусловно, своей цели, сообразной деятельностью, цели полагания, да, но цели полагания, вы понимаете, это от цели достижения, еще и большой интервал, может быть, то есть, деятельность цели направлена, но она может быть нецелесообразна, а кто осуществляет мобильность, особенно вертикальную, кто цель формулирует адекватную, объективному миру, значит, таким образом, у него результат должен в основном совпасть с идеальным образом будущего с целью, да, но Сорокин опять это, вот, он об этом тоже пишет, но опять, от чего это все зависит, от того, как ты сам вообще соображаешь, хорошо или плохо, да, понимаешь ли ты, эта цель достижима, или это утопия, или это не понимаешь, всю жизнь будешь строить, скажем, вечный двигатель, как наш выдающий изобретатель Кулибин, и ничего не добьешься, потому что это невозможно, но ты этого не понимал, вот жизнь ухлопал, и все, бессмысленно твоя жизнь была в результате, но у Кулибина там побочные еще какие-то были результаты продукции, да, коллеги, а у, значит, у большинства людей, которые там фанатично бьются за цель, ну, коммунистов, я тоже сняюсь с такими людьми, вот, хотят вечный двигатель, да, нету, не бывает, потому что, что такое, откуда равенство, люди не равны, и вот еще один момент, да, вот эта индивидуализация, почему тут субъективный идеализм, потому что, еще раз повторяю, абсолютизация, роль из сознания уже отдельно взятого индивида, а плюс к тому, значит, равенства не может быть, а равенство здесь как понимается, как то, что приписывают всем нам, коммунистам, что мы хотим отнять и разделить, помните эту формулу, который Немцов ввел, значит, в обиход, вот вы, вы хотите отнять и разделить, да, вот вы, коммуняки, чего хотите, да, поровну, это совершенно абсурдное утверждение, не только у коммунистов, а даже у революционеров, буржуазных, революционеров французской буржуазной революции, равенство, знаменитые фразы, написанные на знаменах, и на монетах пока не появилось евро французских, всех маленьких, даже и больших, это либерте и галите и фронтернете, то есть, свобода, равенство и братство, но равенство, как они понимали, уравнилку, ни в коем случае, почитайте теоретику буржуазной французской революции, и некоторые работы и статьи великих деятелей буржуазной революции, они понимали равенство, как предоставление равных условий всем гражданам страны для реализации своих неравных возможностей, то есть, они учитывали обязательно, что возможности неравны, способности неравны, но вот подлинная, в отличие от мнимой демократии, состоит в том, чтобы стране были предоставлены такие условия, когда вот эти неравные возможности, все-таки человек получал равные условия реализации своих неравных возможностей, а теперь у него сексороки, он говорит, да вот, пожалуйста, все зависит от внутреннего, от твоего сознания, насколько она развита, насколько она адекватно отражает окружающий мир, а если превратно отражает, значит, это что-то со зрением, что-то с умозрением, с умом, да ну да кто же виноват, да? А сам же пишет, вот вы вспомнили, главный лифт – это образование, и самообразование, и приводит он пример, вот, старика Форда, который вот от рабочих, вы знаете, да, поднялся до главы целого концерна автомобиля, вот, ну, в общем, от цеха, да, от цеха у рабочего, слесаря-сборщика поднялся до кого-то, почему? Благодаря своему способности, но Сорокин как будто не видит, что происходит вокруг, в Соединённых Штатах Америки, что же происходит вокруг происходит? Кто имеет право получить или возможность, или условия, лучше сказать, да, возможность у неё есть, но возможность основана на внутренних каких-то потенциях, тенденциях в человеке, а свойствах каких-то, способностях, таланта. А условия внешние равны? Нет, не равны. Человек из богатой семьи, ну, вот, да, вот Форд первый, старик Форд, он сам себя сделал, сделал свой концерт, а дальше династия пошла. А если ты не из династии, вот тебе не повезло как-то, сам ты выдающихся способностей от природы, у тебя, предположим, тонкий музыкальный слух, но ты живёшь в такой нищете, что думать о каких-то музыкальных инструментах, кроме пастушьей свирели, которые ты сам изготовил, да, благодаря твоим своим талантам нельзя. Я гарнистом. Вот, органистом, да, пойти куда... Гарнистом, вот, да, и гор не на что купить. Значит, пойти в музыкальное училище ты не можешь, потому что в условиях буржуазной страны оно обязательно платное. И всё увеличивается, увеличивается. Получить там от кого-то, от Сороса, да, какой-то пакет, да, но это не каждому даётся, да. И поэтому получается, что огромная масса людей, имея способности, не получает достаточных условий реализации этих способностей. Возможность, которая не получила условий реализации, становится невозможностью. Со временем утрачивается талант и исчезает. Вот это как будто Сорокин не замечает. Подозреваю, понимает, но плену концепции, потом эта концепция вы понимаете, почему его раскрутили. Она на руку власть имущим, потому что они говорят, мы это вот способные, да, а вы там чего, не способные, чего там возмущаетесь, вот проявите свои способности. А вы что хотите, просто так на халяву получить, да, в виде каких-то социальных льгот, как ругает сейчас социалистическую действительность, что вот получали, значит, все почти одинаковые зарплаты, уравниловка, всем предоставлена возможность учиться, вплоть до высшего образования, сколько угодно можно было получить высших образований, да, скажем. Вот, и все во все кружки ходили, ну вот что ж, нехорошо, нехорошо. Вот это вот и есть уравниловка, наверное, да. Они, да, представление равных условий. Вот опять же, так сказать, приравниваться к уравниловке. Вот такой субъективный идеализм. Все зависит от твоих индивидуальных способностей, прежде всего умственных, от твоего индивидуального сознания. Значит, твое индивидуальное сознание первично по отношению к твоему индивидуальному бытию. Что нужно сделать для того, чтобы подняться? А что нужно сделать, чтобы поднять страну? Надо духовное возвысить. Вот помните знаменитая работа Солженицына, да, «Как нам обустроить Россию?» Что надо сделать? Духовное возвысить в человеке. И сейчас это все... Вот какое духовное? Ну, конечно, превысил опять от религии, да. А эти бездуховные материалисты, что они могут? Вот. Они материалисты, вот, вы знаете, до сих пор материалистов, идеалистов, даже среди студенчества иногда я слышу такие ответы. Что такое материализм? Что такое идеализм? Ответы, знаете, такие, которые уже так иронически описывали в манифесте коммунистической партии Маркс Эйнгис. Что такое материализм для обывателя? Материалист – это человек, стремящийся вкусно поесть, поспать, плоским наслаждением. А кто такой идеалист? Это идеалист, который, он духовный, да, вот, значит, хочет возвыситься. Он думает не о материальном, он думает о душе своей, о спасении, об уме своем. Понимаете, как хорошо с таким идеалистом дело иметь? Давайте воспитаем таких идеалистов, да, которые не будут думать о материальном, о идее вообще, да. А прежде чем, а вот по этому поводу, так, может быть, несколько простовато, но очень точно сказал Людвиг Фейербах, известный вам философ, материалист, правда, непоследовательный, вот, но его работа сущности христианства признавалась Марксом Эйнгисом как отправной пункт разработки дилектического и исторического материализма. Так вот, Фейербах писал, если в теле твоем нет питательных веществ, то в душе твоей нет материала для нравственности. Вот мы слышим призывы к нравственности, да, надо с полицейскими работать, прежде всего нравственность, так сказать, внушать. А то, что вот этот безнравственный полицейский, жемчужный прапорщик взял там зубы и выбил у случайного человека, который просто наблюдал. Да, да, еще милиционер, не полицейский, да, еще вот его сейчас судят, все, он заболел такой здоровый, мордоворот заболел, конечно, да. Вот, суд никак не привлечь. Значит, вот почему, бездуховность, понятно, у него, да, надо с ним было работать, лекции ему прочесть побольше, да, нравственность. Я вот, видите, так, такими очень большими мазками, тут коллега мне показывает, что я исчерпал лимит времени, хотел бы еще рассказать, хотел бы рассказать о постмодерне, да. Вот, вот сравнительно недавно скончался Жан Бодрияр, позапрошлым году, один из столпов постмодерна как раз, философского. Основная его идея, так, очень просто, если за две минуты. С чем мы имеем дело? С объективной реальностью? Нет. Мы имеем дело с симулякрами объективной реальности. То есть, с объектами, которые симулируют объективную реальность. Значит, что это такое? Прежде всего, это слова. Вот слово, вот кружка, это же не кружка, слово кружка, это симулякор кружки. Но если мы не можем, глядя на предмет, сказать, что это такое, слово произнести, мы этот предмет не понимаем. Ну, а предположим, это и не кружка, а мы ее взяли, да кружкой назвали. Вопрос о том, как сочетается симулякор с тем, что он симулирует, это вопрос закрытый, он не может быть открытым. Значит, мы имеем дело только со словами, а до слов это наши понятия, откуда они берутся, эти понятия. С точки зрения Бадырьяра, это вопрос тоже закрытый, нельзя его открыть, разрешить. Надо только признать, как пишет в своей главной книге «Прозрачность зла», еще в преамбуле Бадырьяр, мир движется к бредовой точке зрения. Вот и мы должны встать на эту бредовую, мир движется к бреду и абсурду. Вот и мы должны встать на бредовую точку зрения. Встал, а вслед за ним, ну, конечно, вы же знаете, рецепт старый, он перекликается, вы знаете, Геббельс, да, чем чудовищнее ложь, чем абсурднее, тем больше вера. То же самое говорил задолго до Геббельса один из отцов христианской церкви Тертулян. Я верую, потому что абсурдно. Вот. Вы знаете, вот сейчас, я раньше, когда читал еще в советское время, вот эту формулу, да, я думал, ну что за формула такая дикая, не понимал в юности. А теперь я понял, что это открытие, действительно открытие вещей. Вот основная масса народа в абсурд верит гораздо легче, чем в истину, которая, казалось бы, раскрывается легко, без всяких умственных усилий. Достаточно только обобщить индуктивно те факты, которые вот перед лицом у каждого, да, разворачиваются. А нет. А нет. Вот сложен путь. А вот путь от абсурда к сознанию, человеку еще не помутненному, да, к сознанию, оказывается легок. И это тоже используется. Поэтому-то вот все эти мистические штучки, не только религия, но и мистика, наводняет, как варианты идеализма, тоже идеалистического мировоззрения, наводняет наши мультимедиа средства и наполняет сознание наших граждан. То есть роль философии в углублении граждан, по-моему. Нет. Это роль какой философии? Да. Я сказал об аферистической. Значит, философии. Роль философии какой? Материалистической. Диалектика материалистической. Потому что метафизический материализм тоже не доводит, да. Диалектика материстической философии, то есть марксистской философии. Потому что только марксистская философия раскрывает действительные причины происходящие. Не недостатки отдельно взятого руководителя, а противоречия между производительными силами и производственными отношениями. Пока вы это противоречие не разрешите, не поможете ему разрешить. До этого борьба с отдельно взятыми нерадивыми руководителями, это борьба с ветряными мельницами. Дон Кихот. Ничего это не приведет. Нас посылают именно по этому пути. Отвращают от марксизма. Всячески. Но я вот в меру сил своих все-таки марксистской философии читаю. На протяжении всех лет уже существования нынешнего буржуазного режима. Пока меня еще не уволили. Ну, думаю, это так игры в демократии или им все равно, что там. Огородников говорит, собака лает, а караван идет. Ибо дитя не хватало. Да. Часы сократились все-таки. Потому что думали, знаете, вот в начале еще реформирования, один деятель, высоко находящий. Он сказал, мы, значит, да, из-за вашего марксизма, мы скоро сменим у народа мировоззрение благодаря тому, что все те профессора, которые сейчас сидят в университетах и прочее, они помрут. И с ними помрет и марксизм, и марксистская философия. Ну, 20 лет ждали, не померли мы пока. И новые, да, профессора, тоже с такой же правильной ориентацией, да, не все же, истинной ориентацией. Так что есть у нас еще надежда. Конечно, при помощи философии мир не переустроят. Опять вспоминаю Маркса. Философы до сих пор лишь различным образом объясняли мир. Ну, дело состоит в том, чтобы его изменить. Но изменить мир надо знать как, каковы методы. И тут философия, конечно, Маркс не против философии, этот тезис написал. А против того, чтобы начать и закончить философствование. То есть нужно вооружать вот этой философией марксизма массы. И опять Маркс писал, оружие силы можно победить только силой оружия, но и идея становится материальной силой, как только она овладевает массой. Оружие критики не может заменить критики оружия. Это редакция перевода, спасибо. Ну, все, наверное, потому что нельзя. Переходим к вопросам. Пожалуйста. А что делать-то? Что делать с позиции дилектического материализма, который стал основанием исторического материализма? Нужно делать революцию, другого пути нет. Всякие временные переустройства, улучшения, реформы. Вы знаете, что нам это сейчас говорят наши идеологи, платные идеологи? Что они говорят? Они говорят, прежде всего, то, что Россия исчерпала, помните эту фразу такую, в уста Ельцина кто-то вложил. Россия исчерпала лимит революции. Вот. Нет, не зюгад. Вот. Что, Дима, все, дальше мы эволюционно будем развиваться. Ну, вы понимаете, с позиции дилектического материализма, такое заявление, абсолютно аналогичное заявлению, Россия исчерпала лимит развития. Ибо всякое развитие, развитие метагалактики и развитие системы производства включает в себя обязательно две фазы. Эволюцию и потом революцию, когда эволюция доводит систему до границы меры. Вот тут качественные изменения, скачок, революция. Это закон единства количественных качественных изменений, плюс закон единства вербопротивоположности. Плюс закон отрицания-отрицания. Потому что вот этот процесс, скачок в новое качество, описывает все три закона, а не только один. Один раскрывает причину этого скача, другой характер, а третий направленность изменений в этом скачке. Поэтому от революции никуда не денешься. Причем понятно, что наша задача не подталкивать революцию, не пытаться эскалировать революцию. Вы знаете, знаменитый, на меня смотрит портрет, который в большом варианте у меня над кроватью висит Че Гевара. Любимый мой герой, с детства, можно сказать, удалось мне ему руку пожать, Че Гевара, прорвался в 18 лет в Москву, когда он приезжал, узнаем, товарищи. Так вот Че Гевара, вот он пострадал. Каким образом? Вот эскалация революции. Эволюционно не подготовлена революция в Боливии, а мы вот подтолкнем, нельзя. А над кроватью висит, потому что беспримерный человек, честный до конца, и теоретик, и Сома, безусловно. Хотя ошибался на всякого... Ничего вопроса. Так что это самое простое, да, то есть что такое революция в данном случае? Смена формы собственности, прежде всего. Мы должны... Через референдум не получится. Через референдум не получится. Вот. Вопросы, Валерий Петрович, тогда, вела еще выступить, подискутировать, холостить. Да, да, вот. Профессор, философ. Очень кудок, твой профессор. Я думаю, очень интересная была лекция Владимира Петровича. Очень интересная, блестящая. И она осветила нам малоизвестные вопросы в разной философии. И это очень важно. Хотя мне показалось, что... Владимир Петрович, а я большевист, который должен тут осуществить, мне показалось, что вот самое-то интересное, что нам совершенно однозначно обозначил лектор в начале, что надо... Вопрос, что делать? Заняло очень мало времени. Минуты две. То ли в силу простоты, это идеалектического, исторического материализма, и легкости его усвоения, то ли по каким-то другим причинам. Ну, я думаю, что... Да, программа, я... Ну, я думаю, что это, в общем... Будем надеяться, что он в следующем году всё-таки эту задачу, которую он сформулировал, очень интересную, очень важную, и к которой подготовка такая проведена, потому что действительно надо знать, чем у нас, так сказать, как оболванивать людей, изложить, что пропагандируют, потому что не все здесь присутствующие знают эту картину. Но вот я думаю, что задача изложить, а что делать, и какую роль играет настоящая философия марксистская, она, эта задача остаётся, мне кажется. Ну, скажем, если уж говорить очень кратко, ну, во-первых, раз взять за отправную точку то, что сказал Владимир Петрович, революция нужна. Революцию надо подготовить. Революция не делала же одиночек, о которых сегодня шла речь. Революция делала класса. Значит, класс надо вооружить. Так, класс, он остаётся классом в себе, без передовой теории. Класс не может самостоятельно выработать паралитарскую идеологию. Значит, в этот класс надо эту идеологию привнести. Значит, нужно это в чистом, красивом виде, дать эту самую пролетарскую идеологию, и эту идеологию раскрыть для рабочего класса и в понятной ему форме, и в то же время в высоконаучном виде, что, скажем, я совершенно не только не сомневаюсь и знаю, что Владимир Петрович совершенно в состоянии это сделать. То есть, эта вот задача внесения сознания в рабочий класс, которую Ленин ещё определил, эта задача перед философией остаётся, и эта задача преобразования мира. Потому что, если мы просто будем писать всякие книжки по философии, и если это в сознание рабочего класса не будет входить, то рабочий класс не сможет совершить социалистическую революцию. Потому что это утопия думать, что рабочий класс может совершить революцию без вооружения самой передовой философии. В двух словах было сказано, что для этого нужно, чтобы рабочий класс овладевал. Ясно, что это не весь рабочий класс будет овладевать, это самый сознательный авангард диалектической философии. Это очень большая работа. Очень большая работа, и она придаст не только оптимизм в борьбе, потому что эта же самая диалектическая философия вообще приучает человека жить в обстановке борьбы. Плакать от того, что плакие условия, и не печалиться, потому что у нас есть поражение, а понимать, что через поражение, через борьбу придёт победа, и что новое рождается в борьбе со старым. И она укрепляется в этой борьбе, делает эти уроки, извлекает из своих поражений, и добивается успеха всё больше и больше. Ясно, что вот для того, чтобы рабочий класс имел соответствующий оптимизм в этой борьбе, они думали бы, что ничего у него не выйдет, ничего не получится, а выйдет только у отдельных одиночек. Ему, конечно, нужна эта идеалектическая философия. Но, надо сказать, что идеалектическая философия у нас и в советское время плохо овладевала рабочий класс, и урок у нас отсюда такой, что, следовательно, если мы говорим уже о новой революции XXI века по необходимости, не в том смысле, что какая-то особая она, а в том смысле, что надо делать заново революцию, в этом смысле, опираясь на уроки прежнего. Значит, недостаточно одной идеалектической философии. Необходимо владеть историческим материализмом, то есть нужно понять роль вообще общественного бытия, общественного сознания, и роль противоречия в общественном бытии, в общественном сознании, и принимать четкую классовую позицию во всем. Классовую. Вот, так сказать, с одной стороны, это правильно, что это не страты должны быть, не отдельные лица, не субъективные, но понятно, что вот эта вот задача позитивного развертывания, а какую? То есть, а что означает классовая позиция сегодня, тем более, что здесь много всяких подводных течений, то этот класс так излагает, что вот уже мы с вами туда попали, Владимир Петрович, я вороной почты получил из Греции, что наемные ученые входят в состав рабочего класса, уже хорошо. Пролетарий. Вот, там и так далее. То есть, что это означает сегодня, классовый подход? Чем мы собираемся вооружить? Мы собираемся вооружить тех, что опять, так сказать, те рабочие, которые действительно занимаются непосредственно материально-производительным трудом, они, значит, как бы не рабочие, а вот, так сказать, эта же публика, которая умеет хорошо говорить, она и будет ее делать революцию. Я однажды в университете долго с одним товарищем сказал, никак не мог его перебедить. И убедил только одним, сказал, ну, когда нужно будет с винтовкой пойти ночью, ты пойдешь? Подумал, подумал, понял, что нет, это пойдут рабочие. Не те, которые наемные, ученые, а пойдут рабочие, которые и в ночную выходят, для которых это дело... Николай Васильевич, я пойду с автоматом. Да, вот это... Я три года учил. И получится, как у Альенда, один с автоматом, а остальных не вооружили. Я думаю, нам нужны ученые, которые вооружают рабочий класс, передовой этой самой идеологии. Я думаю, что философия нужна для выработки программы борьбы наших профсоюзов. Вот сейчас у нас на сайте висит, на сайте фонда рабочей академии стоит программа профсоюзов, задачи? Задачи коллективных действий. Которая длинную дорогу с помощью философов наших проделала, экономистов. А именно, то есть это программа, на основе программы еще партии труда и той борьбы, которая была в период борьбы за новый трудовый кодекс, Во-вторых, она принята на съезд защиты труда, авиадиспетчеров, на съезде рабочих Москвы и Федерации и Просъездов России на сегодняшний день. Но эту программу нужно, а, обосновывать, б, пропагандировать, вносить в сознание рабочий класс основные задачи нашей борьбы сегодня. Кто это может сделать? Без философии это сделать невозможно. И несмотря на то, что, конечно, нужна и мы будем продолжать и должны продолжать критику там чуждых, там нам буржайных философских концепций, все-таки главная задача сосредоточиться на обосновании того, что нужно делать в области экономики рабочему классу, профсоюзом. Потом революция, если уж мы имеем урок нашей революции, она ведь создается через советы, а советы и создается через забастовочную борьбу. Нам нужно создать систему советов при каком строе? При буржуазном. А не говорить, что ничего, будет революция, она все решит. Вот философия должна это объяснять? Очень мало философов, которые объясняют, что не надо откладывать эту революцию, создание советов на потом. Вот у КПРФ очень просто решается вопрос. Вот мы придем к власти, вы проголосуете за нас, и тогда мы создадим советы. На самом деле надо создать советы в том обществе, который есть, тогда будет революция, потому что иначе при господстве буржуазной идеологии, которая вот очень блестяще обрисовала Владимир Петрович, при любом голосовании большинство будут получать буржуазные партии. Так учит исторический материализм. Общественное бытие буржуазное определяет, общественное сознание буржуазное. Так, а можно при этом все-таки при этом буржуазное сознание создавать советы? Можно. И вот опыт нашей революции говорит, вот то есть мы должны извлечь опыт нашей революции и ставить задачу создания советов при буржуазном строе. Двоевластие было. Потом двоевластие. И так сказать, чтобы эта самая революция была столь же бескровной, хотя и с автоматами, но чтобы, возможно, не надо было сильно много стрелять, как в 17-м году. Сколько человек у нас погибло? Шесть? Фамилии есть? Нет. Неизвестно. Неизвестно. Во всяком случае, у нас каждый день погибает гораздо больше. Не только в России, в Санкт-Петербурге. То есть я хочу сказать, что вот эту вот панораму того, что, так сказать, философия может объяснить рабочему классу, еще нужно нам разворачивать. И хочу сказать, что вот и в известном смысле эту же задачу будет решать конференция, которая будет уже совсем быстро, 22-го апреля Ленина в современном мире, где Владимир Петрович будет докладчиком. Вот там она нам это и развернула докладчиком. Но он там получит всего 10 минут, как и я. Понял. Спасибо. Ну вот Михаил Васильевич и ответил на вопрос. Я согласен. Здесь Владимир Петрович, здесь Михаил Петрович. Ну, мне кажется, еще надо один момент. Пиская философия, она связана в мировоззрение, в сознание марксиасов, называют политиз вида, что в трех частях все это. Специальный и глубоко. Единство марксизма. Спасибо, уважаемые товарищи, за внимание, за, так сказать, терпение, поскольку я как-то с трудом выключаюсь, включаюсь быстро, как это уже заболевание. Профессор. Да, это заболевание, преподавательская. Конечно, все вопросы мы тут не осветили, не могли. Я действительно сделал крен критику вот некоторых идеалистических концепций и общих таких вот, как говорят, парадигм этих концепций, то есть субъективного и объективного идеализма, основания. Но вот этим я и хотел подчеркнуть роль философии. Вот философия идеалистическая, негативная роль. То есть нельзя при помощи идеалистической философии переустроить мир. Причем в любую сторону. И сохранить тоже нельзя. Любопытно, что это понимают наши классовые противники. И классовые идеологические противники. Потому что ведь когда вот им нужно что-то сделать, они поступают вовсе не по формуле объективного или субъективного идеализма. Они поступают как материалисты. Они воздействуют на бытие, а не на сознание для того, чтобы изменить это бытие. Вот так. Так что здесь они прекрасно понимают в общем-то роль именно материалистической философии, которая вооружает тех или других. То есть понятно, что мы каждый раз стоим на развилке и тут от нашей активности стоили с другой стороны многое зависит. Что мы получим? Ну спасибо, а то я боюсь, что я скачусь еще надо. Объявление. Значит, в следующий четверг 21 апреля занятия не будет. Спасибо вам. В 22 апреля в 5 недалеку состоится конференция Ленин в современном мире в разливе. Что является формой занятия. Да, совершенно верно. А по сколько к 9-й ночам будет? 9.45. А у нас будет автобус? Будет. И сопровождаем. 9.45. Давайте подождем. Редактор субтитров А.Семкин